У меня реально уже аллергия на мужчин, которые подходят и говорят, что вы красивая, либо шикарно, либо хорошо выглядите. Просто меня уже тошнит. И потом они еще в конце говорят, а, ну да, вам же ж, наверное, много говорят. Да, наверное, много. Ну, наверное. Наверное, это денег стоит. Особенно прикалывают. Заходишь в какой-то магазин и какой-то мужик может увязаться за такой, блядь, в надежде на то, что познакомиться. Ну, надо было на кассе оплатить за меня что-то. И потом, может быть, может быть, да. Не надо тут рассказывать, что я там что-то себе накрутила. Нет, я себе не накрутила, я просто знаю свою ценность. Я знаю, сколько это дорого и затратно стоит хорошо выглядеть. И просто знаю ценность настоящих мужчин. Потому что настоящие мужчины, если хотят видеть с тобой рядом красивую женщину, они понимают, что это дорого. Я не буду давать на это деньги. Подарки, деньги. Всем привет. Знаете, почему-то сразу вспомнился тот момент. У меня есть тетушка. Она родная сестра моего отца. Так вот, у нее несколько лет назад, точно не помню, слег муж, его парализовало. Частично, правда, одна сторона, но тем не менее, то есть человек инвалид. Человек, который хорошо раньше зарабатывал, имел хороший статус в нашем скромном обществе. И знаете что? Она его не бросила, как бы. Он не стал приносить деньги, он перестал быть добытчиком. Он, в принципе, как бы это ужасно не звучало, чисто теоретически он обуза. Потому что человека нужно обслуживать, человек не приносит доход. Теперь вот он на содержании, на обеспечении жены, которая, даже будучи уже сейчас пенсионеркой, она все равно зарабатывает деньги. Так вот, неужели она должна была его бросить? Ну, ладно, опустим тот момент, что они прожили вместе больше 25 лет. Но тем не менее, по логике этой бабы, она должна была его бросить. Так вот, я скажу так, всякое случается, да, и никто ни от чего не застрахован. Так вот, на то она и семья, чтобы когда тебе плохо, тебя поддержали и тебе помогли. А не вот это вот все, как вещает та бабенка. Спасибо.